Культура Римской империи. Римляне-строители. Римская культура достигает своего наивысшего расцвета в эпоху империи. Римляне во многом были учениками греков, но по своему характеру разительно отличались от них. Грекам было свойственно особое чувство прекрасного, изящного, возвышенного. Римляне были грубее, практичнее и более приземленными, поэтому и достижения римлян в культуре отличаются от греческих. Еще в глубокой древности римляне были хорошими инженерами-строителями. Они строили стены и башни, оборонительные осадные сооружения, военные лагеря и огромное количество дорог. Римляне понимали важность хороших дорог для развития государства. Они не жалели ни сил, ни времени, ни средств на их сооружения. Сначала в Италии, затем во всех провинциях появились прекрасные римские дороги. Все они начинались в Риме, и поэтому возникла поговорка, какая «все дороги ведут в Рим». Они были построены настолько качественно, что даже спустя много столетий после падения Римской империи Люди в разных странах пользовались этими дорогами. Важнейшим инженерным изобретением римлян стала арка. Арка использовалась при строительстве храмов, мостов, водопроводов и, конечно, знаменитых триумфальных арок в честь императоров. Множество римских триумфальных арок сохранилось до наших дней. Они поражают своей монументальностью, величественностью. Римляне были настоящими градостроителями. Они способствовали расцвету старых городов, строили новые. В Африке, в Азии, в Европе, в эпоху империи возникли десятки новых городов. Многие из них появились на месте бывших римских военных лагерей. Например, такие города, как Кёльн и Вена. В период расцвета империи значительная часть населения жила в городах. Римские водопроводы назывались акведуками. От латинских слов «аква» – вода и «дуковиду». Первый акведук был построен Апием Клавдием Слепым в конце IV века до н.э. Во II веке Рим снабжали водой 14 водопроводов. Особенностью римских водопроводов было то, что они по большей части проходили не под землей, а над землей. Самые длинные акведуки насчитывали 20-30 км. Остатки этих изумительных сооружений мы можем видеть в различных уголках Средиземноморья. Закон суров, но это закон. Римляне с особым уважением относились к законам. Закон был единственным царем, которому римляне всегда подчинялись. Закон суров, но это закон, говорили они. Знаменитые законы 12 таблиц стали основой всего римского права. Свобода любого римского гражданина охранялась законом. Он мог быть обвинен в преступлении только в суде на основании того или иного закона. В суде с речами выступали обвинители и защитники. Самым знаменитым судебным оратором был Марк Тулей Цицерон. Количество законов со временем увеличилось. Простому гражданину было трудно ориентироваться в них. Тогда появились люди, всю жизнь посвятившие изучению права. Они назывались юристами. В трудных случаях в суде обращались к ним за помощью. Авторитет знаменитых юристов был настолько велик, что их суждения нередко служили основанием для принятия новых законов. Они писали многотомные сочинения, которые императоры использовали для государственного законодательства. Есть в культуре область, где римляне оказались благодарными учениками греков. Это поэзия. Золотым веком римской поэзии стала эпоха Октавиана Августа. Тогда жили и творили три самых выдающихся римских поэта – Вергилий, Гораций и Овидий. Первые двое воспевали век Августа. Они были благодарны Августу за то, что он положил конец гражданским войнам, установил мир среди римлян. Ведь только мир обеспечил расцвет их поэтическому творчеству. Главное произведение Вергилия – поэма «Энеида». Она рассказывает о странствиях троянского героя Энея, которого римляне считали своим прародителем. А Вергилий следовал Гомеру. Сюжет поэма напоминает Элиаду Одиссею. Вергилий писал поэму больше десяти лет и в итоге оказался недоволен тем, что создал. Умирая, он потребовал сжечь свитки. Но Октавиан не выполнил просьбу поэта и сохранил для потомков шедевр римской поэзии. Творчество Горация было разноплановым, но прославили его оды. Ода – торжественная, хвалебная песня, посвященная человеку или какому-либо событию. В одах Горация прославлял не только августа его победы, но и красоту природы, труд землепашца, героизм воина. В одной из самых знаменитых од он прославил самого себя и свое творчество. Овидий относился к современному ему миру с иронией, воспевал любовь и радость жизни. Римляне зачитывали стихами Овидия, особенно искусством любви. Но Август посчитал, что стихи Овидия противоречат его политике восстановления добропорядочных нравов предков и отправил поэта в ссылку. В ссылке Овидий провел остаток жизни, а стихи его из иронических стали скорбными. Гай Цильний, меценат, друг императора Августа, был большим почитателем искусства и великим покровителем поэтов. Он подарил поместье Вергилию и Горацию, сделал их жизнь безбедной. Он дал возможность им все свое время посвящать поэзии. Дом мецената всегда был открыт для любого одаренного поэта-писателя. Здесь они находили понимание и поддержку. После смерти мецената имя его стало нарицательным. Так стали называть человека, покровительствующего искусству. Таким образом, культура Древнего Рима достигла своего наивысшего расцвета в период империи. Множество замечательных архитектурных памятников Римской империи сохранилось до наших дней. Римской империи